Добрый день! Сегодня мы рассмотрим, как создать графический объект в отраслевом решении 1С аренды и управления недвижимостью для 1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0. Было обращение от пользователя с просьбой помочь создать графический объект, так как на эту тему он ничего не нашел, поэтому я решил создать этот ролик. Перед тем, как мы будем работать с графическим объектом, нужно убедиться, что программа Excel установлена на сервере или на вашем локальном компьютере. То есть это будет зависеть от варианта работы вашей платформы. Если вы используете клиент-сервер, вариант, то вам придется установить Excel программу на сервер. Если вы работаете на локальном компьютере, файловом варианте, то вам нужно установить на вашем компьютере. Теперь мы перейдем к шаблону планировок. Это специальный такой файл Excel, который входит в поставку. На базе этого файла нужно будет работать с графическим объектом. Файл шаблон имеет, мы можем сейчас его открыть, имеет макросы, которые облегчают работу с планировками. Давайте закроем файл и сделаем копию. Открываем файл. Добавляем новый лист. В качестве плана я сделал копию, которая есть в шаблоне на первой вкладке, который служит для примера. Вы же можете использовать отсканированный план БТИ. Дальше мы будем использовать графические объекты, замкнутые полилинии, которые будут соответствовать объектам недвижимости. Теперь начнем наносить графический объект. Ставка, иллюстрации, фигуры, полилиния. Можем увеличить масштаб и обводить объект недвижимости. Когда мы закончили обводить объект недвижимости, созданный графический объект выделяется в виде рамочки. Можно нажать ТАП, если мы что-то выделили, допустим, сам план или зашли за план куда-нибудь и хотим найти наш объект. Можем ТАП нажимать и он начинает обходить все объекты. Сейчас выделился графический объект. У графического объекта есть свойства. Нажимаем правой кнопкой формат фигуры. Вот здесь можем задавать заливку. Вот сплошную, к примеру. Прозрачность задавать можем. Вот так. Потом мы можем, также мы можем, если нужно будет, начать изменение узлов. То есть можно сделать более ювелирную работу, чтобы было более красивее. Сейчас я показываю, чтобы иметь представление. Вот здесь мы можем узлы менять. Сдвигать. Можно удалять узлы. Можно добавлять. смещать и так далее. Чтобы управлять линиями, можно нажимать на узел. И вот здесь есть вот такой как бы рычажок, который можно двигать. И от этого меняются линии. Теперь нужно будет перейти. Задать имя. Назовем 1. Теперь обведем еще объект недвижимости. Вставка. Иллюстрации. Фигуры. Полилиния. Вот так обведем. Дальше у нас есть возможность редактировать линии. Так. Все. Объект создался. Нажимаем правой кнопкой. Формат фигуры. Сплошная заливка. Зададим прозрачность. Так. Можем тоже 51 сделать. Начать изменение узлов. Удалим лишние узлы. Для вывода информации об объекте служит графический объект надпись. Для второго объекта недвижимости добавим еще надпись. Иллюстрации. Фигуры. Надпись. Нужно обратить внимание, что все графические объекты имеют имя. То есть мы выделяем объект. Надпись. Вот здесь нужно переименовать. То есть здесь просто написать надпись 2 не получится. Если я сейчас выделю другой графический объект и опять вернусь. То опять вот имя такое как и было. Поэтому надо написать надпись 2. Интер. Я выделяю другой графический объект. Я выделяю другой графический объект. Потом возвращаюсь. Все. Имя сохранилось. Также нужно пройтись по всем. 2. Второй объект. Первый объект. Проверяем. Первый. Второй. Проверяем. Надпись. Номер один. Надпись. Один. С помощью этих имен. Дальше мы будем ориентироваться, когда будем работать уже в самой 1С с этим шаблоном планировок. Переименуем лист Excel просто в этаж. Сохранить. Перейдем в 1С. Файлы планировок помещений и площадей. Создадим новый элемент. Здесь мы добавим файл, который мы. Файл шаблон, который мы редактировали. Файлы. Здесь можно добавить родителя. Это группа, в которую будет входить этот файл. Дальше. Вариант хранения файла. Здесь мы выбираем, где будет храниться файл в базе или на диске. Мы будем в базе хранить. Файл выбираем. так записать добавить здесь файл с диска можно можно по шаблону выбираем файл диска выбираем наш шаблон созданный так ошибка говорит о том что надо закрыть так закрыли в наш редактор файл диска выбираем файл выбрать записать готово все мы сохранили наш шаблон в 1с теперь под систему недвижимость заходим планировки помещений площадей выбираем заполнить листа ms excel дальше здесь префиксы мы выбираем что это у нас будет павильон выбери павильон дальше выбираем наш файл который мы добавили план дальше выбираем лист мы создавали этаж новый это лист excel мы назвали в этаж выбираем дальше нужно выбрать группу в справочнике планировки помещений площадей создадим новую выберем тоже на 2 этаж записать выбрать здесь есть возможность автоматически создать объекты недвижимости если мы нажмем флажок вот мы так и сделаем выполнить здесь вот эти все значения которые сейчас есть они по умолчанию на все новые объекты недвижимости внесутся то есть у нас было два графических объекта в excel и мы объекта недвижимости недвижимости обвели два поэтому создастся два объекта недвижимости справочник объекта недвижимости нажмем выполнить тут у нас появилась служебное сообщение о том то что были созданы объекты недвижимости и элемент справочника планировки помещений площадей заходим недвижимость объекта недвижимости, здесь вот мы видим объекты, заходим в павильон 1, к примеру, открываем расположение по плану, вот здесь вот мы видим в плане выделен объект недвижимости, закрываем, также можем зайти во второй объект, павильон номер 2, вот эта цифра 2, это имя, когда мы выделяли объект недвижимости, вот мы задали имя 2, можно задать и другое, вот и получается, что когда формировалось наименование объекта недвижимости, значит павильон, он заполнился с планировки площадей, вот, вот отсюда префикс, это префикс, а цифра 2, это у нас имя, имя графического объекта, так, в идее нажимаем расположение по плану, вот, выделилось, и вот мы видим, вот здесь мы имя задали 2, вот оно присвоилось наименование объекта недвижимости, закрываем, все, мы завели объекты недвижимости, создали планировки помещений, так, теперь мы можем посмотреть отчет, нет, сначала мы зайдем в объект недвижимости, павильон 1, объект подлежит даче в аренду, здесь создать, вот, поставим, подлежит даче в аренду, есть, записать, так, павильон 2, создать, первое число поставим, подлежит даче в аренду, записать, проверим, теперь отчет, откроем отчет занятость площадей, здесь выберем объект недвижимости в списке, добавить, так, первый павильон, добавить второй, окей, сформировать, итак, сейчас мы посмотрим результат, вот, мы сейчас видим павильон, так, нет, так, нажмем нет, так, павильон 1, павильон 2, выделены зеленым, это означает, что объекты недвижимости сейчас свободны, статус свободна, то есть они не сданы в аренду, если вот в отчете посмотреть настройки цветов, в резерве, это у нас синий, в аренде розовый, и свободен зеленый, на этом все, желаю всем успеха в работе!